Здравствуйте, ребята! Тема нашего занятия – липиды. Мы познакомимся с особенностями строения липидов, их основными группами, научимся называть примеры веществ, относящихся к липидам, познакомимся с биологической ролью липидов. Липиды – разнообразные по структуре органические вещества, которые, в отличие от углеводов, хорошо растворимы в неполярных растворителях, таких как бензин и плохо растворимы в воде. К данной группе соединений относятся жиры и жироподобные вещества. Молекулы большинства липидов неполярны, что и определяет их гидрофобность. Массовая доля липидов в различных тканях и органах не одинакова. Давайте вспомним, что у животных высокое содержание жиров наблюдается в подкожной клетчатке, желтом костном мозге, нервной ткани, молоке, млекопитающих. Наиболее богатые липидами клетки жировой ткани. У растений липиды запасаются преимущественно в плодах и семенах. К основным группам липидов относятся жиры, фосфолипиды, стероиды. Далее мы с вами остановимся подробнее на изучении самой распространенной группы липидов – жиры. Из курса химии вам известно, что молекулы жиров образованы остатком трехатомного спирта глицерина и трех остатков высших карбоновых кислот, которые также называют жирными кислотами. Карбоновые кислоты в составе триглицерида могут быть насыщенными или ненасыщенными. Из насыщенных карбоновых кислот в состав жиров чаще всего входит пальмитиновая и стеариновая, а из ненасыщенных – олеиновая, линолевая и линоленовая. Обратите внимание, что температура плавления жиров зависит от длины углеродных цепей и количества двойных связей в остатках карбоновых кислот. Так, жиры с короткими и ненасыщенными цепями имеют сравнительно низкую температуру плавления и при комнатной температуре являются жидкими. А для триглицерида длинными и насыщенными цепями характерна более высокая температура плавления, поэтому при комнатной температуре такие жиры имеют твердую консистенцию. Исходя из вышеизученного, у животных, обитающих в холодном климате, жиры обычно содержат больше остатков ненасыщенных кислот, чем у обитателей умеренных и тропических широт. Поэтому у них жир даже при низких температурах остается жидким, а тело сохраняет гибкость. Нельзя упускать из вида, что фосфолипиды по строению сходны с триглицеридами, но в их молекулах один остаток карбоновой кислоты замещен радикалом, содержащим остаток фосфорной кислоты. Рассматривая схему строения молекулы фосфолипида, можно сделать вывод, что данная молекула состоит из двух частей, различных по растворимости в воде, полярной гидрофильной головки и гидрофобных хвостов. Двойственная природа фосфолипидов определяет особую ориентацию их молекул в водной среде. Гидрофильные головки фосфолипидов взаимодействуют с молекулами воды, а гидрофобные хвосты притягиваются друг к другу. При этом фосфолипиды образуют двойной слой, в котором их неполярные хвосты погружены внутрь и защищены от контакта с водой, а полярные головки, наоборот, обращены к воде. Такая ориентация молекул играет ключевую роль в формировании структуры биологических мембран. Еще одной группой липидов являются стероиды. А теперь внимание! Их молекулы имеют сложную структуру и не содержат остатков жирных кислот. Стероидами являются гормоны коры надпочечников, мужские и женские половые гормоны, желчные кислоты, витамин D. Важную роль в организме человека и животных играет холестерин. Он необходим для синтеза стероидных гормонов, желчных кислот, витамина D. Кроме того, холестерин входит в состав биологических мембран, обеспечивает их стабильность и регулирует проницаемость. Однако повышенное содержание холестерина в организме может вызвать развитие ряда заболеваний, в частности, сердечно-сосудистых. Липиды, подобно углеводам, могут образовывать сложные соединения с белками, липопротеины, или углеводами, гликолипиды. Далее мы с вами рассмотрим, какую биологическую роль выполняют липиды в живых организмах. При рассмотрении основных групп липидов мы познакомились с важнейшими функциями, которые выполняют данные вещества. Более подробная и систематизированная информация вашему вниманию представлена в виде таблицы. Обратите внимание на таблицу. Важной функцией липидов является энергетическая. При расщеплении одного грамма липидов выделяется энергия, равная 39 кГж, что более энергетически выгодно для организма в сравнении с расщеплением одного грамма углеводов или белков. Липиды являются источником метаболической воды, так как при окислении одного грамма жира выделяется более одного грамма воды. Благодаря данной функции запасы жиров позволяют животным некоторое время обходиться без воды. Так, например, верблюды выдерживают без нее 10-12 суток, а медведи и сурьки более двух месяцев. Запасающая функция связана с тем, что жиры откладываются про запас в различных тканях и органах, являясь резервным источником энергии. Подчеркнем еще раз, что жиры энергетически выгоднее запасать, чем углеводы и белки. Структурная функция липидов в первую очередь связана с фосфолипидами, входящими в состав биологических мембран, образуя бислой. В состав мембран входят и другие липиды – холестерин, липопротеины, гликолипиды. Защитная функция связана с тем, что жиры накапливаются под кожей и между органами, предохраняя их от механических повреждений. Например, жировая ткань, выстилающая глазницы, защищает глазные яблоки от сотрясений и деформации. Кроме того, благодаря низкой теплопроводности жир является хорошим теплоизолятором, предохраняющим организм от перепадов температуры. Немаловажную роль липиды играют в организме растений. Так жиры обладают водоотталкивающими свойствами, образуя слой кутикулы на поверхности листьев, предохраняя тем самым растения от излишков потери воды. Нами оговаривалось то, что к липидам относятся стероиды, входящие в состав гормонов, в связи с чем липиды способны выполнять регуляторную функцию. Повторим главное. К липидам относятся жиры и жироподобные вещества, фосфолипиды и стероиды. Это преимущественно гидрофобные соединения, разнообразные по химическому строению. Липиды выполняют различные функции, энергетическую, запасающую, структурную, регуляторную. Изучите тему по параграфу 6 и проверьте себя, выполнив тестовое задание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...